Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1148. События дня. Книга Иова, 31 глава, 33 стих. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня. Я молчал бы, не выходил бы за двери. Вот это если взять, тем, которые на кого-то где-то нападают, свою жизнь припомните, скрытая все, но рта бы не раскрыли. Мне каждый день, а вот там ролик против вас оставили, против меня это не касается. Любое поношение – это награда от Бога. Они не знают. Им выпал такой жеребий – исполнять работу дьявола, лгать. В комментариях просчитал 76 человек, и ни одного правильного нету, нету друг от друга. А вот и ты злой, и я злой. Давай вместе лавить будем. Ну, что это даст тебе? Если у тебя должность такая, ты плакать должен. Это за 7 февраля 2019 года. И объявление. В 42 года умерла наша сестра. Осталось четверо детей. Посмотрите тут, что отпевание как было. Это сказали сделать, я сделал. Просят адрес сделать помощь. Готник, приветствую вас, дорогой Игнатий Тихонович. Посмотрел ваш ролик, где вы разговариваете с цыганом. Я встречал верующих цыган только в баптистской секте, которые ездили на благовестие. Я вместе с ними был в христианском детском лагере. Девушки работали на кухне. Это у них. Кто-то был помощником наставника. Я сам, когда познакомился с ними, был удивлен, что они работают, и что Бог их так изменил. Ну, я сказал о себе, что я в жизни истинно верующего цыгана не встречал. Не встречал. В интернете встречал, а в жизни не приходилось. Только умею то, что рожать, воровать и ворожить. Всё. Наталья, отец Игнатий, мир вашему дому и благословение Божье да пребудет в вашем доме. Смотрю сейчас рулетку. И как вы беседуете, и советы вам на какие дают. Скажу одно. Вы делаете очень правильно. И беседуйте. Не меняйте, пожалуйста, тактику. Сейчас молодежь гиперактивная. Хорошо слышат вас. А кто не желает слушать, тот по-английски. Дальше ускользает. Вы всё правильно говорите. Я думаю, что Господь вам влагает в мысли, что и как сказать каждому человеку. Тут только молитва и доверие Богу. Главное, я ещё раз убеждаюсь на вашем опыте. Когда говоришь языком Библии, то тут Господь только может расположить человека к слушанию и принятию информации. Что сказать о русскоязычных мусульманах? Я их таковыми вообще не считаю. Я их язычниками считаю. Мало того, что они ленивые, безграмотные. В таких семьях в основном девочки учатся хорошо. Либо родители им не дают учиться. А мальчики – это то, что мы въедем в рулетке. Вот здесь рулетка. А они только перед родителями такие послушные паиньки. А как родителей нет рядом, так они делают всё, что им хочется. Мерзость. Конечно, от восточных мусульман они очень отличаются. Курят на камеру. Хамовитые. И совсем не умеют вести себя перед старшими. Кто бы ни был, да ещё раздетые, показывают свой волосяной покров на теле. В этом у них и вся религия. Они не носители арабского языка. Поэтому и не понимают правильно. И не желают понимать. Как мантру считают в свою книгу. Я-то отношу их к православным. У них большинство Коран считает и знает женщины. А мужчины только так. Намаз покажут на камеру-то. И всё. И больше ничего не знают. Вы говорите им сразу, что у вас на канале есть. Где вы разбираете Коран с Библией. Их это интересует. И сколько у вас просмотров на канале. А потом подписчиков. Ну, подписчиков 30 тысяч. А просмотров 30 миллионов. Мне нравится, как вы креститесь. А потом говорите. Мы православные христиане. Вы желаете поступать. Послушать о спасении души. В чём смысл всей жизни. То есть, эти наши слова. Она говорит. Да, мы так говорим. Ну, а о результатах мы не можем сказать. Прям заинтриговываете собеседника. И Володя рядом молится. Бог вам в помощь. Отец Игнатий. Вы, наверное, понимаете, что вашими роликами щат рулетки. Бросаете вызов всей сети Ютуба. Касающиеся религии. Особенно мусульман и православным. Если вас не будет живых, я не удивлюсь. Если ваш канал Ютуб закроют. Он очень мешает безбожникам. И особенно монахам и православным. Выставляйте все ролики на каналы, что есть у вас в архивах. Публика ждёт. Дай Бог, чтобы Господь через ваши труды и усердия для прославления имени Иисуса Господа Христа. Господь и там, в рулетке, и везде нашёл новые души. Далее пишет. Название ролика. Чат рулетка. Как точно вы подобрали? Жаль, русская молодёжь совсем никакая. Страшно матеряться и отрицают Бога. А это новое поколение. Россия растёт развращённые безбожники. Это какие же родители у этих детей-то? Совсем не смотрят, что вы пожилой. И в прадедушке годитесь. И все на «ты» говорят. Тыщат матом. Ужас один. Филипп. Приветствую. Игнатий Тихонович, откажется, из Дании. Вы такой молодец. Я не смотрел ваш канал какое-то время. Вот увидел в чат рулетки. Вы очень здравомыслящий и молодой. Очень понравилось, как вы общаетесь. С новой стороны открылись. Игнатий Тихонович, прошу вас, если будет время, желание или возможность записать ролик, о курении травы, её вреде и последствиях. У меня друг подсел на это дело, притом после 30-ти сигареты не курит, алкоголь не употребляет. Даже верующие выше среднего писание считает, а говорит, что травку курить не грех. Я вот ощущаю, что страшное это дело, хуже алкоголя и сигарет, но он непробиваемый. А я уже зависимость в нём вижу и изменение личности. Вот я скажу, как их завлекают. Табак продают, пачку продают, то есть малые наркотики их приезжают, а на эти они кинутся, а тут их теперь берут бесплатные работники, свой ГУЛАГ. Это же умышленное государство делает-то. За что преследовать? Почему в Нидерландах не преследуют? Больше там или меньше, я не берусь говорить. Если преследуете, то и табак запретите, и водку, и пиво, всё запретите. Это будет понятно, как войну было, Дмитрий пишет Лемеш. Думаю, что каждый из нас скучает по Никите и Игнатию Тихоновичу. Его периодически так же не хватает. Как по мне, то Никита был отличным послушником у Игнатия Тихоновича. Он как-то всегда умел разбавлять, что ли, в кавычках. Да Игнатий Тихонович его любит, как родного внука. И дальше показывает. Вот какой интернет. Сергей Птушенко. Как и сам Шевченко, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Что-то там по ролику. Наталья Никиты. У Никиты хороший голос для насчитывания. Звонкий, громкий. Был бы хороший проповедник. Многое насчитал он с Игнатием Тихоновичем. Интересно, когда делает ошибки, Игнатий Тихонович ему такие мужские замещания делает. Но Никита заметно обижался и отвечал грубо. Дмитрий Лемеш. Никита интересные вопросы задавал. Так. Наталья Усатая. Сегодня в 3 спишем на юношеский максимализм. Да. Никита любил поворщать про себя. В музее, я даже говорю, где был краевой суд, и меня судили. Высоков фото Волобоева Александра Павловича. То есть за 7 число февраля. Ролик стоит. Наталья. Особенно, как он подходил и задавал. Да интересно смотреть. Сейчас слушает целый плейлист. Удобно все. Никак не могу-то дослушать-то. Так много роликов. И ответы меня больше интересуют, потому что по Библии. Дмитрий пишет. А так, конечно, Никите палец в рот не кладеет. Он острый на язык. Если с него спустить по воде, между ним и Романом Малышом видел несколько дискуссий. И нужно отдать должное. Роман Малыш всегда очень достойно и корректно себя вел. Причем он старше Никиты. Где он теперь неизвестно? Жалко Ромика. Вот он был еще тот трудяга. Наталья. Возврат к жизни где? Крещение какое? Я Кураева, Игнатий Лапкин. Это ролик так называется. Самая больная тема о крещении. Но священник не может вместить в себя ответы, Игнатий Тихонович. Повторяемый несколько раз. Роман. Поворщать любят не юноши, а старики. Наталья. Там в ролике И.Т. говорит о фильме. Посмотреть священнику. Фильм мощный. Сделан хорошо. Это Гитлер. Восхождение дьявола. Столько жестокости и все в одной личности, как помешанные на истреблении евреев. Дмитрий Лемеш. Столько жестокости и все в одной личности, как помешанные на истреблении евреев. Наталья. В свое время я читал воспоминания его адъютантов. Шперы, Гальдеры, Шеренберга. Резюме. Гитлер по-настоящему психически больной человек. Ну дальше считайте. Я тут не пропагандирую. Особенно детей. Название у фильма то, что надо. В Германии вот так называемая светская элита. По сей день полный реваншистских настроений на фоне итогов Второй мировой войны. Вот посмотрите тут какие отзывы. С патриархом Кириллом сидят, которые там бритые, толстомордые. Все это. Наталья, останавливайтесь и считайте. Это я создаю здесь температуру им. О троеперстии. Палец согнутый создает величие, богочеловек. Вот тут. Наталья пишет. С миром Евгений принимаем. Макаров говорит. Один мирянин проповедник с великим умом и даром, а второй кроткий, молчаливый, священнослужитель, роботрудяги. Вот такой должен быть церковь. Запала в душу праза. Возможно только через возрождение души. И показывает трезвых совершенным уже без лицемерия. Наталья, без рождения свыше и путеводительства Духом Святым ничего быть не может. Только ложь и лицемерия, мимикрия. Дальше я объявляю, объясняя. Вот мы родились в старообрядческой семье. Ну и дальше. Прочитайте. Считайте, затормозите и считайте. А я протащу текст. Это я сегодня отвечал. У католиков пять пальцев. Я говорю, это правильно. У нас неправильно. Ну, кто за счет? Ну, ничего, неправильно, да и неправильно. Вот так. В деле Божьем. Наталья. Окрестное знамение. Я сразу ей переслал. Дальше считайте. Но старообрядцев за 365 лет еще не создали. Продолжение следует. О фильме. До старообрядцев резь зашла Ксения. Продолжение следует. это сегодняшняя утренняя почта у меня да и не вся еще вот останавливайтесь и считайте вот вова какой-то пишет уже переговорили все я захотите сейчас сразу денег и испортили я вам отвечаю да испортили так испортили то еще не проник а немного раньше ну это молитва это не слово божие это феофан затворник что говорит тормозите и прочитайте ну вот так полное собрание сочинения золотых уста вот здесь нашли и проще ну считай почти все кроме того наши ресурсы показать это вот мой мир где-то тут мой мир куда-то он делся не видать заблокирован мой мир почему заблокирован тоже непонятно не мой мир заблокирован а ролик прислали и не могли открыть его вот так вот это видно я стою с голубем это очень важно а вот дружбу роза предлагают я не дружу с розы прочитать все же мне пишут тут это много считаю вашу книгу для слова божия нету с номер один слезы настигают меня почти за каждым абзацем как господь любит нас верных его слову ваше свидетельство в некоторой степени напрямую касается и моего сердца тюрьму никак нельзя сравнить с армией но то что вы описываете как божье присутствие сопровождало вашу жизнь было и в моей жизни в армии армии когда узнали что не буду принимать присягу начались постоянные вызовы допросы в кабинетах угрозы и трудности которые будут у меня в прохождении срочной службы усердствовали не простые капитаны а щетка лишь подполковники полковники бог давал моим устам твердость и решимость и уже неоднократно я слушал как бы сам себя со стороны проповеды слова божия и уже не я живу на живет во мне христос когда однажды один из них сказал задумчиво ну и крепкий нам орешек достался внутри себя я ликовал и плакал что господь всегда с нами и слова его вовек ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешно и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов господа оправдание их от меня говорит господь наследие наследие вот такое прошли дверь открыли настишь вот так выпустили холод какой пошел ну и дальше все наверно сегодня слава богу вот так выпустили вот так выпустили